Всем, да какая разница, что я сейчас скажу, ведь я уже половину треков слил, чилл разобрал, если вот этот разбор тоже учитывать. Кстати, можете написать потом внизу, какой разбор вам понравился больше всего, может, кстати, это, так что сначала его досмотрите. И меня по-прежнему зовут Стас Гарфпрод, давайте уже приступим. Темп на сегодня 100 ударов в минуту, и почти все инструменты сегодня будут прописаны с помощью Arturia Analog Lab 5. Первый инструмент это Rodes, ну или Rhodes, если вы подписались после фарауха. Вот этот наш инструмент. Scale на сегодня это A мажор, ну почти он. И вот это наш первый аккорд, но, естественно, не все так просто. Вот такие аккорды я там услышал, это A, это E, это G шарф, это C шарф. Естественно, мы можем сделать их обращение, чтобы они звучали более близко друг к другу. Ну и еще можем добавить септ аккордовой джазовости. Но в треке явно слышно, что аккорды там сложнее, так что давайте их пропишем. Вот опять же, как я их услышал. По-моему, все вот так. Чуть убавим. Смотрите, мы использовали ноты, которые входили в наш аккорд, и добавили еще вот эту нотку, которая как бы делает из него септ аккорд. И после вот такого обращения он зазвучал вот так. Следующий аккорд это E. И еще можем добавить F, чтобы вот еще более джазово было. Вот это наш основной аккорд. И мы, как это, эти две ступени мы добавили, как бы это и есть септ аккорд, есть вот то же самое, только с девяткой, без понятия, как это называется. И следующий аккорд это G шарф, он почти полностью повторяет нотки вот этого, но снизу добавим еще G. Потом C шарф. Да, вот смотрите, мы добавили сюда ту же самую ступень из прошлого аккорда. Короче, вот это все я очень больно и долго подбирал. И, по-моему, вот это лучше всего звучит. Но это еще не все. Смотрите, делаем Alt-S для первого аккорда. Очень слабенький Alt-S и чуть-чуть крутим Velocity. Чтобы было вот так. Акцепт для второго аккорда делаем то же самое. А вот для третьего аккорда делаем вообще вот так. Чтобы... Для четвертого то же самое. И здесь у нас будет... Вот эту нотку сокращаем, дублируем. И можем добавить ее же на октаву выше. О, а еще, знаете, можем сделать вот так. Только давайте чуть-чуть сдвинем ее. И ее же добавим сюда. Как они звучали до этого? Простые трезвучия. И... Ну и чтобы звучало нескучно, давайте пропишем шейкер. Он будет сдавать нам ритм. Вот так, вот так, вот так. Заходим в панораму. Это вот так, это вот так, это вот так. Шикарный. И просто Ctrl-B зажимаем. Теперь добавим еще один аналог Lab. И пропишем звук, который похож на брас. Он какой-то такой заднеплановый, такой фоновый. И я выбрал для него French Horn. Прописать его очень просто. Просто используем корневые нотки наших аккордов. Это A, потом E, затем G-Sharp и затем C. Можешь чуть-чуть добавить. Теперь добавим басец в аналог Lab тоже, который будет играть только во вступлении. И поэтому для него используем просто стандартный пресет Jazz Bass. Пропишем на октаву выше для начала. До-ду-н. Да-тан-тан-тан. Тран-тан-тан. Тут будет пам-пам-пам, G, F, E. А перед ними фарш-ложок, если так вообще можно говорить. Теперь супер-ультра-сложный парт колокольчиков, прописанный на тоже аналог Lab. Types, Classic Synth Key, Eiri, Bright, Show Results. Нам нужен вот этот, да. Нет, вот так. Первые четыре такта у него очень простой парт, потом посложнее. Теперь добавим фанковую гитарку, которая там точно есть, и она сыграна с помощью библы для контакта. И да, все эти дороги в проекте будут зарендерены в WAV, на случай, если у вас нет этих синтов. А скачать этот проект можно будет у меня в Инсте, ссылка на которую есть в описании под этим видео, как обычно. Там, естественно, как я уже сказал, будут зарендерены в WAV эти дороги, останутся сами миди-партии, и там будет вообще все, что вы сегодня будете видеть в видео, только вы сможете его скачать, поковырять сами, посмотреть, что там кого. И на мою инсту можете подписаться, я уж точно против не буду. Так что, если вам нравится это видео уже, или вы хотите поковыряться в этом проекте, то смело ставьте лайк, и уже скоро вы сможете его скачать. А мы продолжаем, будем прописывать эту фанковую гитарку с помощью Electric Sunburst Deluxe Melody. Выбираем пресет Reggae Crunchy, и здесь переключаем на Mute, чтобы было... Вот такой вот звучок. Ну и пропишем парт. Да, только сократим. О, тан-тан-тан. Да, это не совсем тот парт, как был в оригинале, но я не смог его разобрать из-за вокала, так что решил прописать свой вдохновленный оригинал. Ну, как обычно, это все вольная вариация. Такая у меня отмазка. Тун-тун. Только здесь джинга. Вот так. Давайте вот так, и только сократим. Да, то, что нужно. Теперь стоит настроить им Velocity. Теперь давайте все это дублируем, и просто используем тот же рисунок, только другие нотки. Да, то, что нужно. И добавим финальный инструмент, тоже из аналог 5 лап. На заднем плане в припеве играет какой-то пэт. Я точно не смог подобрать, так что решил подобрать что-то похожее. Наверное, string-пэт, сферик. Вот этот звук. Что мы с ним сделаем? Просто Ctrl-C, Ctrl-V, за небольшими исключениями. Вот это уберем, вот это уберем. Соответственно, звучки продлим. Но все вместе их выберем и сократим, и поднимем на пару октав вверх. Уже без обработок даже звучит прикольно. Давайте перейдем к ударочкам. Начнем с клэпа. Он будет играть вот так. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. На стадиум клэпе нам нужно сильно открутить продолжительность. И out. Да вообще все клэпы убавим. Хэты будут играть вот так, вот так. Только вот здесь будет 1 треть. И пробежка Ctrl-U. Теперь тамбарин. И Open Head. Для него я настроил Envelope. Давайте еще Out чуть-чуть подкрутим. И он будет играть на каждый конец такта. Теперь остались Kick и Bass. Но в конце... Все. Давайте отключим аналог Club Bass. И добавим вот этот обычный сэмпл сабовый басет. Частично совпадает с басом на аналог Club, но не совсем. Теперь все дублируем еще на 4 такта. И здесь у нас будет... Поскольку у нас на Kick тоже тут другой парт, будет вот так. Ту-ру-ру. Да. И на 2 октава вниз. И остался финальный штрих. Чаймес. Сделаем ему продолжительность 3 бара. И ставим. Какой грув. Ну и в Чаймес нужно ставить стретч. И вообще, я в одном из рэп-пабликов видел такой забавный опрос. Прошлая неделя. Вот она за кем осталась? За фараоном или за фейсом? Как по мне, так по-моему, тут ответ на 100% очевидный. А что вы об этом думаете? Напишите в комментариях. Мне будет очень интересно об этом почитать. И уже традиционно меняем софт-клиппер на T-Rex-клиппер. Так круче, по-моему. Ну и теперь пришло время не запороть все обработками. Ну, по крайней мере, постараться все не запороть. Давайте соберем группу всех ударных, кроме кика и баса. Шейкер нужно очень сильно убавить. Создаем канал на него. Кидаем Вальхалу Винтедж Верб. И я хочу, наверное, хоул, фэт, снейр, хоул. Потому что мне этот пресет очень нравится. И чуть подлиннее сделаем реверок. И просто часть названий поменяем. Потому что невыносимо длинно. И канал с ревером тоже зароутим на наш основной канал ударных. И давайте по чуть-чуть отправлять звуки в ревер. Убавляем, отправляем. Сразу убавляем на сколько-то. Все на слух. Ну и, естественно, сам канал тоже убавим. Конечно же, на ударные мы закинем J37. С моим любимым пресетом и открученным ноиз-левелом. Еще повесим на ударный озон и мейджер. Вот как-то так. Чуть так. Включаем стерео и довольно сильно все это расширим. И после этого повесим бесплатный эквалайзер. Компрессор, я хотел сказать. И делаем параллельную компрессию, откручивая микс где-нибудь вот так. И убавим реверберацию. Еще можно ее немножко сузить и вырезать из нее середину. Теперь соберем группу инструментов. Начнем обработки вот с этого. На него в первую очередь закинем ретро-колор. Ноиз отключим и сделаем его очень высокочастотным. Space на максимум, а Decay на минимум. Ну вот как-то так. И еще сузим. Это все нужно для того, чтобы он не вылезал на передний план относительно нашего главного инструмента. Чувствую, что сейчас мы отключим на нем временный эффект и его за-ресэмплим. Но перед этим давайте сделаем Split by Channel. Берем вот этот наш инструментик. Выделяем Ctrl-Alt-C. Потому что он очень сильно грузит процессы. Сюда тоже давайте закинем ретро-колор. Добавляем диста. И спейса немножко. Вот как-то так. То есть такой среднечастотный ревербератор. И убавим. Сюда, конечно же, Валихалу Винтаж Верб с пресетом Bright Hall. Давайте микс где-нибудь в районе 50. То есть это очень много. Но здесь то, что нужно. Вот. То есть если ревер широкий, то звук выдвигается как бы на передний план. Если ревер с ужиной, то немножко на задний план. В данном случае он должен быть капельку сверху нашего основного звука. Теперь на группу инструментов тоже кидаем J37. С тем же самым пресетом. И центр стерео. Тоже как обычно. Low, high, punch. И центр минус полтора. И сайт где-то плюс один, плюс один и два. И я думаю, что на главный наш звук нужно накинуть еще больше расширения, чтобы он был сильно впереди. Двигаем вот так. Включаем стереоайз. И как-то... У-у-у, да. Но перед этим еще можно повесить Saturn, чтобы его сделать более ярким. Я не знаю. Хочется, чтобы прям... Чтобы звенело, чтобы круто было. Clean Tube. Как-то вот так. И... У-у. Микс чуть-чуть убавим. И я чуть не забыл сделать самое главное. Самое-самое-самое главное-самое главное. Это что? Покрутить shift на хай-хетах. Е-бойность. Безопасность. Ну давайте все-таки накинем сюда чуть-чуть эквалайзера, потому что ну слишком много низа. Вот как-то так. Чуть-чуть. Вот низкую середину прибрали и достаточно. Теперь давайте сделаем структуру. Во вступление у нас сначала играют вот эти инструменты. Потом в середину вступает... Нет, он отсюда вступает. В середину вступает шейкер. Чаймс. В конце ту-ду-ду уже играет основной бас. Потом, естественно, этот басец пропадает. И появляется вместо него вот этот колокольчик. А бит играет почти полностью, кроме шейкера. Потом тоже самое, но добавляется еще гитарка. И в начале мы отрезаем все. Должен остаться... И потом снова вот такой парт. И, наверное, на этом мы остановимся, потому что в треке дальше все повторяется. На мастере я просто еще 3 децибела добавил на клиппере, и это все. И все уже и так звучит прекрасно. И прежде чем мы послушаем этот прекрасный биток, я напоминаю вам, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от А до Я, который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей, и чтобы его заказать или узнать о нем подробнее, напишите мне. Ссылка на меня есть в описании, можете написать мне в ВКонтакте или в Инстаграме в Директ. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. И если это видео показалось вам чуть-чуть полезным, капельку интересным или просто понравилось, то ставьте смело заслуженный лайк под этим видео. А если было неинтересно, бесполезно вообще кейт Юрнда, но что поделать, ставьте дизлайк. И как я уже говорил, проект этого бита я выложу, когда видео наберет 3333 лайка. И самое крутое, что вы можете сделать для моего канала, это посмотреть другие видео на нем. Для этого просто дождитесь конца видео или нажмите на название канала. Если вам понравилось это видео, то другие понравятся точно. С вами был Стас Гарфпрод. На этом у меня уже точно все. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал.